Краткое содержание поэмы Николая Алексеевича Некрасова «Саша». У славной, добродушной пары растет единственная дочь Саша, красивая, живая девочка, с темными глазами. Родители стараются сделать жизнь своего ребенка счастливой, безоблачной, но не стремятся обучать ее наукам. Так и растет Саша, словно яркий цветок, в чистом поле. Живя в глуши, вдыхая аромат полевых трав и гуляя по лесу, девочка беззаботно проводит время, не зная тревог, сомнений и забот. Незаметно пробежало время, и вот Саше исполнилось 16 лет. Вскоре в пустующую соседнюю усадьбу приезжает ее владелец, молодой, но уже плешивый и бледный барин Лев Алексеевич Агарин. Он стал часто бывать у соседей, много времени уделяя общению с Сашей. Лев Алексеевич читает девушке книжки, рассказывает о дальних теплых странах, о добре и зле, и даже пытается учить ее французскому языку. С отъездом Агарина изменилась и Саша. Ей наскучили прежние забавы, она пристрастилась к чтению, стала помогать бедным. Временами она грустит и тайком пишет кому-то письма. Девушка стала более рассудительной, умной, ее интересуют проблемы других людей. Она очень хочет, чтобы эти перемены заметил и оценил ее наставник. Спустя три года в поместье вновь приезжает Агарин. Его прежние жизненные взгляды, которые он передал Саше, изменились. Было заметно, что молодой помещик упал духом и обозлился на весь свет. Увидев Сашу, которая к тому времени похорошела, он сделал ей предложение, но девушка отказала. Несмотря на скромный жизненный опыт, она сразу поняла, что Лев Алексеевич не ее человек. Однако общение с ним пробуждает в девушке ранее дремавшие силы, которые обязательно приведут ее к счастливой жизни.